Всем привет! С вами Прия. Передо мной Энг Шаман. А что это значит? Правильно, это значит лишь одно. То, что сейчас будет выполнена аналитика по шаманам ветки совершенствования. И в этом мне поможет Тессарин. Тессарин, ты здесь? Да, здравствуйте. Молодец. Тессарин, он же Тесс, игрок черного лотоса, с которым я уже знаком около 5 или 6 месяцев. Его самая любимая песня, самая запоминательная, это My Dick is Very Big. Она его характеризует полностью. Ну, не будем грустным или веселым, начнем же. Итак, перед нами Грандеска, предсказательница 896-го Эквипа, и он спрашивает, вот скажи, что нужно поменять и какой шмот фармить профитнее? Давай осмотрим этого шамана, что у него есть. Так, так, ну, я думаю, что тебе нужно обновить страницу, потому что он у меня 97-го Эквипа. Он уже 900-го, он оделся за это время, ты понимаешь? Возможно, у кого он оделся. Быстро, быстро. Возможно, он спекался, филавши похилить, но это нам неинтересно. Ну, первое, что я могу сказать, это, конечно же, легендарочки, легендарочки у тебя так себе, так себе. Ну, это, возможно, ты пытаешься в этих легендарках ауешить. Хотя, я чекнул твой в прогресс, у тебя тут даже указано, что какие у тебя есть легендарки, у тебя есть, смотрю, Акайну, у тебя есть колечко, у тебя есть колечко и у тебя есть Акайна. То есть, насколько ты должен знать, что запястье с кольцом в соло цели являются бисовыми, да, это, скорее всего, он пытался ауешить сифузом и придазом. Это фиг его знает. С талантами горячая рука, буря с крадом, буран, то есть, дефолтные таланты в соло цель, ну, шмот, конечно же, такой себе. По тринькам, по тринькам, что могу сказать? Соприкосновение судеб сейчас с новыми талантами, с новыми трейдами в артефакте, а именно, это ветер перемен, который нам дает дополнительная фьюри от брока. Соприкосновение судеб ушло, то есть, эта тринька очень слабая, по сути, она ничего не дает, просто тринька с мейн статой и мастер, либо хостой будет куда лучше, так же, 890-е. Та, которая просто статичная, верно? Да, 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 эта тринька сейчас, ну, практически очень хорошая. Типа глаза гарма. Ну, да, с гарма, с урна, например, тоже очень хорошая, я бы с удовольствием ее наделся, потому что у меня была высокая эквиба. В памяти в ангибороде хорошая тринька на энха, хорошая тринька на энха, так что можно ее, в принципе, носить. Все триньки, которые броковые, на энха хорошие. Понятно, что Салуриэль будет получше, тринька Салуриэль, которая дает тоже мейн стату плюс проки, трех авторичек, на 20 секунд, рандомно, естественно. Она будет получше, потому что у энха ДПС туннельный, и понятно, что 20 секунд будет куда статичнее, потому что прока может не быть эти 8 секунд триньки борода, и ты будешь просто ничего не делать. Эти 5 кахсты уйдут в никуда, например. Так что здесь, в принципе, одевать правильные леги, одевать правильный билд в соло-цель и нормально намаживать. А в Ауе, естественно, я использую Гуру Даг плюс Килл Джедан. Ну и тут даже нет 4 кусков, тут только 1 кусок, понятно, что скорее всего он только одевается. И какие 4 куска ему можно одеть? Бисовые какие? Ну вообще идеально, идеально 4 куска, я считаю, что это плащ, плечи, голова и ноги. Это для меня идеальный вариант, потому что Гуру Даг тировый идет с плохими статами, а перчатки даже, их обсуждать надо, там, с самого га статы. Вот. В принципе, все. Про Ауе поговорю позже. Да, вот как раз вопрос интересный на следующем. Да-да-да. Тавадрелл, шаман. Спроси у Тесса про кап статов и как увеличить урон в Ауе. Так, так вот, открываю Тавадрелл, вижу, вижу, здесь утройный шаман, смотрю тут, надеты, значит, у нас 2 легендарки, это Гру Даг и Пылка желание Килл Джедана, но я не вижу ни одного тирового куска, ни одного, его и нет. Понятно, что тировые 4 куска, они должны быть надеты, в любом случае, даже в том же самом Ауе. Леги, леги у него одеты, вот точно для Ауе и таланты взяты, что тяжелый кулак и стремительность, при этом берется для Ауе, чистые Ауе таланты, подкливывать еще, так сказать, и выбор лег я одобряю, то есть, есть еще вариант с Грудоком и Кольцом, но я потестил, и все-таки тринка выглядит лучше, выглядит лучше. Вторую тринку для Ауе, вторая, вот Уэнхов очень много определяют, это тринки, эти две тринки, они пипец, все статы задают, все таланты, практически все от них зависит. Тринку на Ауе, вот эту переплетенные сосредоточенные стихи, можно использовать, но я все-таки делаю выбор на две, немножко других тринки. Первая, это обещание Тони, с нижнего Каражана, хаста плюс нажимная тринка, очень сильно дамажит, если ее правильно нажимать. А вторая, это с Ботаников, тринка, которая ренжовская, с искусностью и проковая, она на Ауе работает очень хорошо, ну там все зависит от вас, какие вы везучие на прок. Вот, вообще, еще скажу по чаркам, по чаркам, скажу шея, кольцо и шея и кольцо в принципе. На шее всегда вешает сатира, это без разницы, шея это всегда сатир. Опять же, кольца, скорость или искусность, это все зависит от ваших, тех самых тринек. Вообще, искусность идет лучше в Ауе, а в билде с запястьями и кольцом, с Акаин, хаста является намного приоритетнее. Намного приоритетнее. Вот, смотрите, пример. Да, ну и чарочки на 200 должны быть, если уж о том еще речь пошла. Чарочки-то, понятно, понятно. Кольца, понятно, одно кольцо хорошее с карой, а второе, ну, скоро, а, я перепутал, перепутал по модельке, хаста-верса, тоже пойдет, тоже пойдет. По статам у инхов просто сразу же скажу, а у ей соло-цель, чтобы сразу же было. Соло-цель с билдом запы и кольцо, первое, это хаста, потом искусность, потом с большим довольно-таки отрывом идет верса, потом немножко ловкости, вот маленькая разница между версой, ловкостью и потом крит в самом низу. То есть хаста и искусность гораздо полезнее, чем ловкость. Нет, к сожалению, так. Ну так вот, вторичные статы выше, чем мейн статы, поэтому сокет на 200 ловкости вообще имеет значение или нет? Ну да, к сожалению, сокет имеет значение на 200 ловкости, потому что там же 200 ловкости, а статы всего лишь 150, и из-за этого сокет на 200 сокет. Еще чуть-чуть и можно было... То есть крит и верса вообще не нужны ни в каких билдах. То есть это две статы, которые нам не нужны. Все будет варьироваться между скоростью и искусностью. Вот так вот. Так, ну идем дальше, сейчас мы быстренько пролистаем. Так. Шаман с ником Кукураджа. Дворф Шаман. Как одеться получше? Какие леги топ? И как повысить ДПС и вообще в целом? Так. Так, так, так. Как одеться получше? Какие леги топ? Смотри. Ну, я вижу у тебя 4 куска. Вижу у тебя 4 куска. Это голова, плечо, перчатки. Ноги перчатки. Ноги перчатки. Ну, идеально, просто идеально. Это, конечно же, надеть плащ. Плащ от Ерова, бисовые статы. Его по-любому нужно носить. И желательно все-таки надеть, желательно все-таки надеть тогда, в таком случае, грудак. Ну, потому что, если ты не можешь надеть плащ, то можно надеть грудак, я имею в виду. Перчатки по-любому надо снимать. Там статы ужаснейшие. Шею зачарить на гисримового сатира. Потому что это бисчарка. За счет искусности она скалируется в урон. Вижу у тебя Акайну. У тебя есть Браса. И вторая Лего это Стив Пус. В принципе, ты можешь, если есть Акайну, то взять в первом тире. Тебе спокойно горячую руку и катать с ней. Особо ты не потеряешь из-за тяжелого кулака. Потому что, вижу, у тебя нет кольца. Статы, я смотрю, 28 крита. Это очень много. 40 искусностей, это, естественно, очень мало. У тебя, ну, вообще, считай, нету искусности. 50 версий, это почти. А чем нынче верса у нас? 1%. А я не помню, что-то в районе 350 или 375 статы. Вот, вот, вот. Типа такого. Это очень много версий, очень много крита лишнего. Это просто 2 ненужные статы. Их тебе нужно, конечно же, убирать и все вкладывать в искусность. Вот у тебя реально нет искусности. Хотя бы до 60 ее поднимешь. И ДПС заметно поднимется. С учетом того, что у тебя взят соприказновения судеб. Соприказновения судеб сейчас тринка, на самом деле, вот, реально такая себе. Если смотреть по бистринкам, по бистринкам, то урсок, тринка с урсока, инстинкты жажды крови... Или инстинкты, без разницы. Инстинкт жажды крови является топ-1. То есть, 800, 9-й, 890-й инстинкты будут лучше абсолютно любой тринги. 905-й, которая только существует. Ну, кроме одной, которую я даже не хочу говорить. Это просто веер, который был уешен, который науки стоит миллиарды. Ого-го-го. Тут и такую 900-ю тринку никогда не купишь. То есть, 890-ю инстинкты сильнее всех тринников 950-х. На день рождения тебе такую куплю, высокого эквипа. Ну, да-да-да. Что, идем дальше? В принципе, что тут еще можно сказать? Да-да, выбивай себе кольцо. Кольцо, выбивай себе. Все. Да. Анидрай. Энг Шаман 905-го эквипа. Сейчас обновлю его еще на разок. Да. Тут уже поинтереснее. Как на этом говнище дамажить? Спрашивает такой интересный вопрос. Смотрим, смотрим. Ну, а у тебя на тесах Дега довольно-таки хорошие леги. Хорошие леги. Старый, к сожалению, довольно-таки билд. Ну, он немного уступает билду с запястьями. Но на самом деле, не так уж и сильно. Не так уж и сильно. Но уступает где-то проценты на 3. Я думаю, это не так критично. Так что можно так играть. Так. Ну, тировые куски, в принципе, надеты. Там видишь, какие. Что лучше поменять, как всегда, перчаточки на грудак. Раз у тебя надета голова, ты не можешь надеть голову. Надо надевать грудак. И, естественно, надевать перчатки с правильными статами. Зачарить тебе лучше. 19 крита, 27 скорости, 70 искусности. Неплохо заряжен. Ну, тут из-за таланта так много хосты. Старый билд, там 6% хосты. Ну, вот по таланту сразу. У тебя взят раскол. Ты его брал, скорее всего, ситуативно под что-то. Потому что просто так этот талант в обычной ситуации и в рейдах, в обычных рейдах и в мяши плюсах не берется. То есть это ситуативный талант. Так что лучше возьми себе дефолтный талант. Я уж, честно, забыл, как он называется. Он называется «Сокрушающая буря». Это первый талант 90-й тир. Играй с ним. Ну, первое, что обращается в глаза, это тринька. Тринька щепки Агранакса. Я тоже думал, что она будет играть. Но как только я ее получил, выбил наконец-то. Я ее начал симить. Понял, что эта тринька полное говно. Ну, естественно, я ее проверил. Все правильно сделал. Она выглядит по описанию как веер. Но тут есть один нюанс, который просто делает эту триньку говном. И поэтому эту триньку надо снимать. И вообще ее не носить. Одеть триньку. Естественно, вообще, очень хорошая тринька на Энх сейчас, это просто кристалл. То есть тот же самый 60-й кристалл. Он нужен всем, такое ощущение. Да, да, он недавно остался. 60-й кристалл, ну, он, конечно, так себе. Но он будет явно, скорее всего. У тебя 900-ые щепки. Ну, щепки будут получше, чем 60-й кристалл. Но вот 80-й кристалл будет лучше. Примерно 80% триньек от 900. Это уж надо углубляться, смотреть, думать дольше. Подробно, подробно. Каждую триньку рассматривать. Да, идем дальше. Или еще не идем. Или что-то еще хочешь сказать. Ты смотри же, у нас полная аналитика. Можешь хоть час рассуждать. Это будет классно. Человек послушает, поймет для себя что-нибудь интересного. Люди благодарны тебе будут. Тут понятно, надо зачариться в бис. Тут вот ты не можешь определиться. У тебя половина сокетов на хасту, половину на искусность. Чарки половину, ну, если не бисовые чарки. Видимо, он недавно шмот выбил, еще не знает, что делать. С таким билдом. Я играл же до 7-2 с таким билдом. То есть голова плюс кольцо. Это был бис и билд. Потому что запы были еще не апнуты. В этом билде нужно тебе все-таки... Потому что у тебя мало хасты, поднимать хасту. Блин, вот я сейчас сам себе противоречу. Ну да, есть такое. Одевай урсока и меняй соприкосновение судеб либо на кристалл, либо на мейн стату, плюс для тебя мастер. Именно мастер. Все. Попытайся дропнуть аналог глаза гарма. Да. Да, да, да. Тринг, потому что с урсока всю хасту компенсирует. Потому что у тебя ее маловато для такого билда. Там надо примерно 32-33 хасты иметь. Давай дальше, давай дальше. Поехали, давай. Рейнин. Рейнин. ДПС маловато, пишет. Новоиспеченный такой, безочаренный. Я прямо, у меня аж глаза горят с этого. Да, ну что... Ну, ДПС маловато. ДПС почему маловато? Потому что энг без четырех кусков и нынешних Т-19 не дамажит. Соло цель это точно. Соло цель без четырех кусков ДПСа ты нигде не найдешь. То есть, первое. Есть, конечно, варианты, как можно поднять ДПС без четырех кусков. Но это все настолько геморно, что проще просто взять, молча и найти себе эти четыре куска. Любых хотя бы, как минимум. Леги у тебя надеты Корни и Кольцо. Корни и Кольцо. Понятно, что нужно играть с тяжелый кулак, стремительность предков. На таланте в 90-м тире все-таки возьми лучше сокрушающую бурю, потому что гнев воздуха, талант, тратит слишком много Мэйл Шторма. А у тебя его лишнего не так уж и много. Искусности у тебя, ну, очень много. 45 искусностей, это смешно. Копейки. У тебя вставлен в запястье камень на крит. Это просто ужасно, я бы сказал. У тебя 25 крита и 8 версий. Это тоже все-все это, понятно, лишнее. Тебе надо вот именно с крита и версий все вкинуть в мастере. То есть в таком бильдзе тебе нужно иметь как минимум 66 мастерей. Это как минимум. Это минимальный кап мастерей. С которым, ну, просто выше уже профитнее вкидывать немножко там в хосту, а потом опять обратно в мастер. Это уже слишком рано для тебя. Так что все в мастере. Все в мастере. Все. Именно. Человек с ником Казгар. 917-й шаман. Он заряжен прям, мне кажется, жестенько. Он твой потомок в плане дропа шмота. Все ли хорошо у перса? Можешь что подсказать? Так, ну тут 917-й шаман. Вижу 4 куска, естественно, жестко. Все правильно сделано. Все идеально. Раз, очень хороший плеч. Понятно, что тут, скорее всего, взят билд под АУЕ. То есть он явно 100%. Потому что 917-й шаман, явно у него, скорее всего, есть все легендарки. Конечно же. Ауешет. Ну, да. Даже думать не надо. Статы под АУЕ довольно-таки очень хорошие. Что вот, ну, меня единственное как-то смущается при космении судеб. Если ты АУЕшешь, то эта тринька, ну, понятно, она не заходит. Она не нужна. То есть желание триньку легендарную, мне она сама нравится, я ее сам ношу. Ну, вот, часы это нет. Любую другую триньку будет лучше, чем часы. Но вообще, чтобы АУЕшусь за Энхо, нужно, на самом деле, есть много разных нюансов. То есть, допустим, на паках у Энхо нету никаких АУЕ кулдаун. То есть нету ни одного, по сути, АУЕ кулдауна. Все, что мы АУЕшем, это идет туннельный дамаг в пак. То есть если вот такие мобы, как вармы в катакомбах, вармы в квартале, мы по ним никакого ДПСа дать не можем. Бесы. Те же самые бесы, да. Ну, естественно, киллджеда я не считаю в счет. Это киллджеда и проковые нажимные тринки тоже не считаю. Потому что они все ложатся, допустим, с глаз дыхаясь, с прочей херни. Энхи больше по части, где мобы, живут где-то примерно минуту. Они могут бурстовать в каждый пак, используя фишечку с ботинками. То есть чтобы, если прям серьезно выдаваться АУЕ-Энха в мифик-плюсах, то нужно использовать все, что только можно. Иначе вот, ну, Энхи проседают по всей этой теме с АУЕ. То есть между паками ты обязательно должен одевать ботиночки, спрыгать с волка и снимать обратно шмот в АУЕ. И, естественно, откэдэшивать своих псов по максимуму. Нужно вливать в пак, в каждый пак практически у тебя должны волки быть. Может быть где-то через один пак. Ну и тринки, тринки, вот просто все зависит от триньков. Ну и грудака тут нету, странно, странно. То есть кольцо плюс, возможно, кстати, да, возможно, кольцо плюс килджетон немножко будет получше, чем килджетон плюс грудак. Ну, это все от инста зависит, просто зависит от инста. Ну, а повтори, пожалуйста, какой тут вопрос был еще раз, еще раз. А, сейчас, 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 сейчас. Все ли хорошо у перса? Личные советы? Так. Просто рассуждение твое, человек хочет послушать по поводу этого персонажа. Давай мы откроем его в прогресс. Давай, сейчас мы откроем его в прогресс. Секунду. Я смотрю в прогресс, тут билд сакайн взят, то есть соло цель, да, тут явно все как надо. Смотрим. Носят 920-й коф и ангибородом. Ангибородом тоже, ну, личные советы, значит. Все выглядит хорошо, конечно, так, релики, релики. 900-й с Одина, 910-й на удар лавы, и, 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 девятнадцатый с этого. С Алуриэль, вроде бы, ой, с Элисанды, с Элисанды. Понятно, что сейчас у Энхофф есть один бисовый трейд у релика, а все остальные сильно просаживаются. Понятно, что один это на винстрайк, на проковый удары ветра. Это топ-1 трейд у Энхофф, он дает очень-очень много ТБСа в соло цель, и не только в соло цель. Все остальные релики очень сильно просаживаются. Очень сильно просаживаются. То есть, вот у него железный релик, и нужно дропать его аналоги, получается. Да, его аналоги. Ну, можно, можно. Сбил дом с запястьями, еще он является неплохой релик на закалку лавы. На вскипание лавы, это вот у него релик, который огонь, самый левый. Угу, лава ваш на 3%, да. Этот релик является второй в бисовости. Ну, так вот. При использовании запястья. Что, идем дальше? Я бы здесь, вот у меня, у самого идет, вот лично у моего Энхо, сейчас, я бы сказал, проблемы с трейд-кетами. У меня трейд-кетов нормальных есть только 915-й КОФ и 915-й Побег на 16 летом с Ботаников. Я бы с удовольствием поменял обе этих трейд-кетов, но у меня нет аналога. То есть, вот 890-й Урсок у меня есть, но 915-й КОФ является немного лучше чисто из-за айтем-левела. Вот 910-й КОФ, я думаю, уже бы был наравне с инстинктами. То есть, у меня нет аналогов. На твоем месте я бы сменил, ну, естественно, старался бы сменить КОФ на 910-ю, например, мейн-стата плюс хаста. Или же, вот еще очень хорошая трейд-кетка, это, ее сложно выбить, естественно, ее очень сложно выбить, это Хаус-Талисман с Аминтистовой крепостью. Вот этот изогнул. Это трейд-кетка с хастой и проком, не проком, а настакивающейся. Настакивающейся. Ловкостью. Очень-очень хорошая трейд-кетка. Ну, естественно, вы понимаете, что точно так же, как и веер, ее достать невозможно. Спасибо. Ну, такое, нужен недельный сундук. Ну, вот просто, ну, вот я смотрю сейчас 3 бис-триньки. Первая это Урсок. Как ты выбишь себе 925-й Урсок. Ну да, надо, чтобы она очень хорошо прокнула, на самом деле. Вторая тринька по бис-вости, это веер, который ты тоже хуйками когда-то достанешь. Это надо мобов, мобов фармить, да? Матершин не плохо. Я знаю, сколько их фармил, этих мобов. Я там не спал ночами, фармил. Нужно заниматься голд-фармом. Слава гарнизонам. Ага, и дальше третья. И третья тринька, это Хаус-талисман. А, ну, хорошие триньки, да. Это три триньки, которые ты не достанешь. Ну, и дальше уже четвертая. Ну, и понятно дальше, что Аркана-кристалл. Ну, в общем, сейчас в Сенхэме не все так хорошо, к сожалению. В общем, копите триньки, ой, копите эти осколки пустоты и покупайте себе триньки. Что-нибудь вам просто, кстати. Да, да, советую открывать с осколков, с осколков, 100%, без вариантов. Скорее всего, даже вне зависимости от ваших лек. То есть, если вы хотите трогать на кольцо, вам все равно нужно открывать триньки. Все равно нужно открывать триньки. Это без вариантов. Лего-то полутать можно, а Аркана-кристалл, допустим, раз в два месяца только. Вот так вот. И то он там минимально 860-го падает. Ну что, идем дальше? Давай, давай. Шаман с ником Шалентил. Интересует триньки. Интересует триньки. Вот сейчас как раз тема, которая обсуждалась. Так, на нем сейчас Ангербода и Рок. Сейчас я еще дочитаю вопрос, подожди. Давай. Есть побег ночного цвета, 895. Стоит ли Рок менять побегом? Вот давай, первый вопрос. Это вот текущий. Сразу мы считаем, что, скорее всего, нет. Нет. Я уверен, на это примерно процент на 90. Остальные проценты – это ответить сим. Ну, понятно, что это Рок будет лучше, чем побег ночного цвета и в соло-цель, и в АОЕ. Понятно, что Версай – это такой себе стат, но именно, именно просто тонна мейн-стоты на 30 секунд решит сильно, решит очень сильно. То есть ты можешь нажать в какой-то жирный пак эту триньку в мифик-плюсах и дать довольно-таки много ДПСа в этот пак. В соло-цель ты ее просто, скорее всего, будешь жмакать по откату. У Энхов такие откаты, что все двухминутки ты будешь сжать с основными бурстами. То есть ты будешь тыкать ее раз в две минуты со всеми бурстами, и у тебя все будет идеально. То есть Рок менять не нужно. В 890 памяти Банги Бороди тоже хорошая тринька, так что ее тоже нужно оставить, менять не нужно. Ну, я про бист-триньки, в принципе, все говорил. Тут список для всех один и тот же. Единственное, что есть нюанс, что если у тебя есть урсок, и если у тебя нет урсока, нужно от себя подбирать количество хосты. То есть если у тебя есть урсок, то хосты можно немножко взять поменьше, естественно, собирать искусность. И если урсока нет, то больше хосты, и немножко можно забить на искусность. Ну, это очевидно, в принципе, я думаю. Далее. Или вытаскивать часики и ими менять. То есть он хочет все вставить этот цветочек куда-то. Цветочек вообще имеет какую-то ценность на энгшамана? Побег начнет свет. Побег начнет свет с босса Ботаник. Ботаник. Дилар. Эта тринька, на самом деле, не на дне. Она неплохая. Она неплохая. Но дело в том, что практически в процентах 60 ты даже не сможешь на ней набрать 15 стаков. Что делать ее довольно-таки рандомной. Если она тебя обновится и напрокает, то она нам может дамагать сильно. Вот. Я тебе приведу пример. У тебя 90 ангербода, правильно? Там же 90 ангербода. Да, у него 90 ангербода, все верно. Часики 95-ые. 90 ангербода. Ой, нет, нет, нет. У него 95-ый цветок еще есть. И 95-ый цветок. 95-ый цветок, да? Да. Вот 95-ый твой цветок будет примерно, примерно по ДПС, вот чуть-чуть уступать 90 ангербода. Вот чуть-чуть. Я тебе это говорю. В твоем... В твоем... Какой там билд еще раз? Сейчас открою. Ну, там рука... Старый вроде. Или, ну, я не шарю. Ну, тут запястье с головой. Ну, он спрашивал про тренинги. Понятно, что лучше в социале убивать кольцо. Голова эта немножко ушла сейчас. Так что нет. Часы, это... Сейчас слабая тренинга. Она идет вот примерно на уровне... На уровне чего? Сейчас загляну. Она хуже, чем... Просто три... Мейн с лотом и критом, чтобы вы понимали. О-о-о-о... То есть... А крит самый мусорный стат для инхшамана, как мы уже могли понять. Да-да-да. Просто дело в том, что бонус потерял актуальность. И все. То есть нам раньше... Зачем нужна была эта тренинга? Чтобы не добрать весь недостаток водоворота, который не было реально... Раньше просто не было непростой в ротации. И эта тренинга, она давала нереальный перерост всего, что нужно было. А сейчас, с новым трейдом в пушке, в артефакте, она реально... Все. Не нужна. Не нужна. Такие дела. Я бы себе с удовольствием просто бы надел. Если бы у меня было, я себе надел у Сока 900-го какого-нибудь, и вторую тренингу, либо Аркана Кристалл, либо Мейн Стата плюс Хаста. Нет, ты так не загадывай, иначе мы сразу 30-й ключ какой-нибудь закроем. Ты что, нас запанят? Такое себе. Что, еще можешь что-то по 3-ям расскажешь, или уже дальше идем? Еще что по 3-ям, по 3-ям. Вот еще есть такая тренинга, как Хроношарта. Осколок времени. Осколок времени, да. Тоже хорошая тренинга. То есть, в принципе, она уступает, естественно, Урсоку из-за чистоты прока. Но она тоже довольно-таки хорошая тренинга, так что, в принципе, ее тоже можно носить. Вот так вот. А если, допустим, комбинировать с Шеей, которая усилит прок дополнительно на 1000, Шея имеет статы, по-моему, Искусность и Универсальность. Такое себе, да? Стоит ли? Сколько там Универсальности вопрос, я не помню. А вот я, может быть, сейчас найду, а может и нет на самом деле. Она падает с Квартала Звезд, это я точно понимаю. Именно. А Шрилья Звезд, Универсальность и Искусность. Ну, тут 65-й вариант, тут универсальности больше. Универсальности больше, да. На самом деле, так себе. Такая себе задумка. Ну, окей. Да, да, да. Ну что, последний шаман. Это у нас Полапар. Он такой... На сладость нам остался. Помоги, как повысить урон и увеличить ХП. Ну, насчет увеличить ХП, это даже я могу сказать. Это одевать шмот с большим количеством выносливости. Сменить зеленое кольцо и одеть шмот просто выше эквипом. С этого повысится твое ХП с ляма 700 до лямов, ну там, трех, допустим. В артефакт вставить хотя бы какие-то релики, как вариант. Ну и качать артефакт. За каждое повышение левела артефакта ты получаешь по 20 тысяч ХП. А когда начинаешь прокачивать с 52-го, то по 6 тысяч ХП. А теперь, как повысить урон? Рассказывай. Ну, я полностью... На этом шамане слова не сказаны были выше, естественно. Я думаю, что стоит поменять метронол. Стоит поменять триньку с универсальностью на проком СПД. Это говорят так себе, естественно. Ну да, просто одевайся, качайся. Все тут как бы говорить нечего. Выбивай шмотки, одевай. Просто должен ориентироваться, что у тебя статы, это хаста, искусственность. Все больше тебе не надо. И опирайся на них. Да, ну что, какой можно итог подвести? Энг шаман должен иметь скорость, искусность. Должен иметь 4 куска. Плащик обязательно. Что там еще? Какие? Голову, запястье. Нет, сетбонус, сетбонус. А, ну я тебе говорю сетбонус. Голову, запястье, ноги. Ой, запястье, плечи, плечи, плечи. Извиняюсь. Вот о том и речь, ага. Ну, естественно, есть просто два билла. Вот если в общем, то у нас есть всего лишь два основных сильно выделяющих билда. Это первый, это Солоцель с запястьем и кольцом, естественно, с соответствующими талантами, с Хейлштормом и Тяжелым Кулаком. Хейлшторм это у нас, я думаю, все поняли, это сложный талант Буря с Градом. И второй у нас билд, это АУЕ билд. АУЕ билд, в нем проще у нас АУЕ шить. Это у нас Леги, Грудак плюс либо Кольцо, либо Киллджеден, либо Киллджеден. Зависит, скорее всего, именно от данжа, от паков и от прочей информации. От прочих моментов. Да, от прочих моментов. С талантами, естественно, Тяжелый Кулак и Стремительность Предка. Я там оговорился, там в первом билде не Тяжелый Кулак, а Горячая Рука. Ну, тот, который у тебя текущий. Сейчас у тебя Солоцель, верно? Да, сейчас у тебя. В первом билде, естественно, лучше выбить для меня идеальные тринкеты Сурсока. Вариант девятисотый будет лучше абсолютно всех тринкетов, существующих в игре на ЭНХ сейчас. И вторая тринка, в зависимости от от шестотов, я бы отдел Мейн стата плюс Хастан. Потому что остальные тринки выбить сложно. Это, по мне, на лучший вариант. Что по реликам вообще скажешь? О реликах вообще не было ни слова у нас нынче. А нет, было, было. Немножко было, да. Тут есть один релик. Вот ты можешь посмотреть у меня в фармаре, что мой релик... И это же огонь. Мой релик огонь самый левый на Винстрайк Хитс. Там он вроде бы так называется. Это бисовый релик, он топ-1. Все остальные релики сильно уступают. Второй релик это у нас на вскипание лавы. У меня его нет. Он у меня не одет. Надо исправлять. Надо исправлять, да. Да, надо рейды ходить. Надо особенно еще рейды со зрителями ходить. Мне вон 925-е кольцо подогнали, ты прикинь? Шокирующее известие. Я бы тоже хотел... С Гулдана. Ты представляешь? Ничего себе. Я прям вообще все делал, кайфовал. Да, понимаешь, у друля хила было 940-ое легендарное. И я говорю, дай, пожалуйста, мне 925-е. Это шок-контент. Люди на стриме готовы были убить меня, приехать ко мне. Уважаю. Спасибо огромное. Я тебя тоже, Тест, уважаю. Ну и в принципе, в принципе, по 725 просто вкратце. Пока еще конкретно нету всей картины, что возит с Энхами. Но их явно балансит, явно процентов таким 60, что все-таки Энх заиграет. В лучшую сторону. Ну, естественно, да, заиграет в лучшую сторону, что ее там пофиксит, и все будет нормально. Нормально, нормально. Что по планам на гробницу? Планы на гробницу? Ну, буду фармить, фармить. Топ-1 будет? Топ-1, топ-1, конечно же, будет. По Эквику, ага, опять там обгонишь всех, как всегда. Ну, вы так думаете, что это так все просто? На самом деле, это по 18 часов фармилова в день. Это не все так просто. Такие дела, такие дела. Надо позвонить в Blizzard опять, как в прошлый раз. Ну, я думаю, у тебя получится. На стримы будешь приходить? Людям подсказывать что-нибудь, если они будут приходить. Да, да, конечно. Правильно, вы на стримы Тессарина заходите, он тоже стримит. Ссылочка его будет как в описании, так и вот вы ее можете сейчас видеть у него в прогрессе. Типа, заходите, спрашивайте его там что-нибудь. Он вам музыку даже какую-нибудь поставит. Может, вашу, может, свою. Ну, ответит вам что-нибудь, короче. Может, крепким словцом, может, не очень. Вот так вот. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста, Тессарин, спасибо, что пришел. Что, на кого будем потом пилить еще? А, мы же еще в 7.25 будем делать обзор на Энх Шамана. 7.25 обязательно, да. Где-то на первые выходные там. Обязательно. Если Энхи заиграют, то, я думаю, это будет довольно-таки актуально. Да. Ну, и еще, естественно, что у Энха все, в принципе, ситуативно. Лучше так просто поговорить с человеками на 15-20, и все станет всем понятно. Так что я всегда отвечаю, нужно писать, спрашивать. О том и речь. Суть-то еще в том, а я забыл, короче, с вами. А, я говорю, что, вот 7.25 мы же будем еще видосик аналогичный делать, так что вы по новой, кому интересно, можете свои арморы накидать. И снизу сделайте приписку Энх, чтобы нам было проще выискивать ваши оружейные и меньше тратить время на их анализ. Вот. Вы экономите наше время, мы экономим ваше время путем объяснения таких вот аналогичных простых моментов. Всех вам благ, счастья, здоровья. Приходите, заходите, изучайте что-либо. Познавайте какие-либо данные. Учение свет, а не учение тьма. Легендарок вам побольше, голды и нормальных АОЕ билдов с реликами. До скорого.